В общем, на самом деле, страна, вот честно, уже по аэропорту начинает нас удивлять. Но один туалет. Да, банально туалет. Ну, блин, какой он тут офигенный, да? Вообще, блин, там как жить можно? Здесь вот такие стояния писания. Вы понимаете, что это? Новые законы. Для того, чтобы попасть в центр города, мы должны были зарегистрироваться в Wi-Fi аэропорта, скачать приложение Uber, зарегистрироваться там. И заказать такси, которое нас сейчас отвезет в нашу гостиницу. Вот наш уже таксист нас уже встречает. Все новое. Предварительно нужно... Привет! Это первый день в нашем Амстердаме. Мы встали. В 11 часов утра вышли с нашего окейля. И решили пешочком дойти до центра. Ну, посмотрим, по крайней мере, сколько-то выкона уйти или нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, конечно, в этом городе камеру выключать совершенно не получается, потому что тут абсолютно все интересно, все хочется снимать. Даже вот здесь вот щели, в которых бросают почту в дверях очень интересные. А сами двери какие-нибудь, посмотрите, вот. Ширина двери. Смотрите, куда можно почту бросить? Нет, ребят, все-таки иногда хочется, знаете, вот как в любой другой стране, взять камеру, повесить и зайти на что-нибудь интересного, но не получается. Ты просто постоянно идешь с включенной камерой, потому что здесь все абсолютно, абсолютно все по-другому. Не совсем так, как у нас. Тут много чего интересного, всякие дома вот такие странные, машинки вот такие вот. Ты думаешь, что там одноместная, оказывается, она еще и двухместная. То есть сидеть надо как-то вот так уж. Сейчас используются вот такие вот машины. Это еще меньше, чем смарт. Ширина машины. И вот мы с вами все-таки дождались уже, так сказать, темного времени суток, когда оживает уже весь город. Оживает он сначала с того, что ни в одном месте невозможно присесть и посидеть просто. Потому что тонны людей. А где они все это время прятались, вообще не понятно. Мы с вами попали на улицу Красных Фонарей, где сегодня уже гуляли. А сейчас это просто нереально. Вы посмотрите, сколько народу. День второй. Мы выживаем в Амстердаме. Сегодня мы решили уехать из Амстердама на окраину, чтобы посмотреть, как раньше жили в рыбанских деревушках. Мы сейчас с вами подъехали на центральный вокзал. Трамвай. Должны будем купить наш билет на автобус. И поехать. Мы купили на билет, билет на автобус, который уже должен уйти через 4 минуты. А нам еще надо перебраться на другой конец, на пароме. Вот мы и плаваем по северной Венеции, с города Амстердам. Мы успели. Мы успели взять паром, проехать на другом автобусе еще. Там нормально так один городишек проехать. Здесь есть свой автобус. И сейчас вдоль полей мы едем до нашего пункта назначения в город Валендам, в деревню. И мы посмотрим, как все это было и в старой древней время. Ну вот мы и приехали в эту старую древнюю деревушку Валендам. Сейчас мы идем по одной из ее улиц. Мы с вами в городе Валендам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну вот, галопом по Европам мы покидаем город Валендам. Оказывается, я сейчас прочитал, что Валендам это не город, а район города Эдем. То есть, по сути дела, мы были в городе Эдем, но только в его районе, который называется Валендам. А сам город находится туда чуть подальше, вот на автобусе, если проехать, там будет центр этого города. Так что мы были в городе, столице одноименного сыра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На третий день пребывания в Амстердаме... I'm alive! I'm alive! That was okay, I'm alive! Мы выжили! И сейчас идем на главную достопримечательность в городе Амстердам. Эти буквы на фоне замка, не знаю, что это? Что это я не знаю? Что это у нас? Велосипед Когда голландцу становится не нужен Его велосипед Он просто берет И бросает его в канал Поэтому говорят, что Каналы в Амстердаме Сначала идет ил Потом огромный двухметровый слой велосипедов И только потом уже вода Ну Мы не могли этого проверить, пока не увидели Службу, которая очищает каналы Загребает таким огромным ковшом Складывает, закрывает Складывает, складывает А то слив в канале уже Забился Кстати Совсем забыли вам рассказать Обо всех Нелегальных Нелегальных в нашем понимании Нелегальных в их понимании В странах Амстердама Значит, вот магазин Смартшоп В этом магазине продаются Галициногенные грибы Продаются они вот В таких вот коробочках И также написано Как их употреблять И какой эффект дает Также помимо глициногенных грибов Здесь продаются какие-то кактусы Которые тоже Ничего только тут не продают Центрального железнодорожного вокзала Города Амстердам Купил билеты До соседнего города Роттердам Мы ждем Местной электрички Которые за час Должены подвести Допустимое назначение Удивающие Допустимое назначение Продолжение следует...